This conference will now be recorded. 1С использует решения на базе 1С предприятия. И решения компании 1С стали фактически стандартом управления предприятием в нашей стране. И все они могут, конечно, работать из коробки, но часто требуется и постоянная техподдержка, и настройка продукта по требованиям конкретного бизнеса. Учебный центр специальность сотрудничает с компанией 1С 93-го года, имеет статусы Центра сертифицированного обучения 1С, авторизованного Центра 1С и авторизованного Центра сертификации. И специально для поддержки наших выпускников, 1С-разработчиков, мы сегодня организовали для вас этот онлайн-метап. Сегодня нас ждут выступления экспертов, презентации кейсов и также вакансий. Мероприятие организовано совместно с компанией N-Digital, специализированной IT-компанией, которая оказывает услуги по комплексному IT-аутсорсингу и управлению проектами автоматизации, церковой трансформации бизнеса, обеспечению рабочих мест, пользователей и многим другим, что связано с как раз-таки 1С-программ. Также наш приглашенный эксперт Карина Султанова, эксклюзивный карьерный эксперт, старший куратор проектов «Профессиональный образ» и «Чекап карьеры», «Карьер-лаб» Алена Владимировская. Итак, в начале нашей встречи пару слов расскажу о том, в рамках чего она проводится. Мы поддерживаем наших выпускников на этапе их обучения и также после обучения. У нас есть такая программа поддержки трудоустройства, которая включает в себя ряд этапов, которые вы видите сейчас на слайде. И я расскажу о них сейчас немного поподробнее. Первое, что важно, мы ориентируемся на реальный рынок труда. И сейчас на рынке труда важно не просто обладать теоретическими знаниями, а именно уметь владеть навыком. И именно на это сфокусировано обучение в нашем учебном центре. Далее всем рекомендую, в рамках программы трудоустройства предусмотрен бесплатный курс «Успешный поиск работы». Если у вас актуальный для вас сейчас поиск работы, прохождение, сомседование, выход на рынок труда, раз в месяц такой курс проводится, ссылку я отправлю еще наполнительно в чат. Также предусмотрены индивидуальные бесплатные консультации, на которые нужно заранее записаться. Вот такие вот мероприятия, как наши с вами, которые мы проводим для различных профессий. И базы вакансий, которые, актуальные вакансии от партнеров мы размещаем в наших группах. Также направляем вам в рассылки. Пожалуйста, не пропускайте, следите, подписывайтесь на группу. Итак, Карину в чате не вижу. Я тогда предлагаю сейчас передать слово Дмитрию Третьякову. Дмитрий, сейчас готовы представить нам первый кейс? Да. Так, Дмитрий, тогда я вам передаю права пресс-лендера. И между кейсами, наверное, мы подключим Карину с обзором перспектив развития данной профессии. Начинаю, да? Да. Да, всем здравствуйте, коллеги. Я хотел бы вам рассказать об организации кросс-функциональной проектной команды нашей компании N Plus Digital на примере проекта внедрения терминалов самообслуживания на производственных площадках. Меня зовут Третьяков Дмитрий. Я являюсь начальником управления развития и сопровождения учетных программ в нашей организации. Но это не одно управление, и я хотел бы кратенько ознакомить с нашей организацией. Наша организация... Сейчас, секундочку. Наша организация обслуживает N Plus Group, энергетический сектор. География представлена на слайде. То есть N Plus Group, энергетический сектор занимается генерацией тепловой, электрической энергии, передачей ее по сетям и продажей на розничном рынке и на оптовом рынке. У нас порядка 100, более 100 организаций. С географией Москва, Нижний Новгород, Тыва, Хакасия, Красноярск, Иркутская область, Чита и Владивосток. Генерируется электроэнергия у нашего заказчика как на тепловых электростанциях, гидроэлектростанциях и есть еще на солнечных батареях станции. Это указано в Абакане. Кто мы? Хотел бы рассказать. Наша организация создана в 2018 году. Она была создана путем выделения ИТ отделов крупных компаний холдинга. И мы насчитываем порядка 270 сотрудников, которые занимаются серверами, сетями, сопровождением и развитием веб-решений и сопровождением развития 1С-решений. Мы эксплуатируем порядка 200, более 200 информационных продуктов. В нашей корпоративной сети работают 11500 пользователей и более 30 тысяч единиц техники. То есть техники это ПК пользователей, плюс сервера, плюс коммутационное оборудование. И, как я говорил, у нас более 100 заказчиков. И ежегодно мы реализуем более 45 проектов. Также у нас аккредитация Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ. Патенты мы защитили. И плюс мы являемся франчайзией фирмы 1С. Теперь перейдем к нашему проекту кросс-функциональному. Как вы думаете, сколько сотрудников работает в группе N+, энергетического сектора? Там можно писать в чат. В нашей группе работает около 30000 человек, сотрудников. То есть из этих 30000 порядка, как мы говорили, 11,5 рабочих мест. То есть это пользователи информационных систем, которые работают в сети. И оставшаяся часть это рабочий персонал, который работает в цехах наших компаний. И в связи с этим получается у нас следующая проблематика, которая возникает в связи с развитием информационных технологий и унификацией бизнес-процессов и автоматизацией бизнес-процессов у заказчика. В данном случае это HR-служба и бухгалтерия. Возникает проблема, что рабочие не могут использовать информационные продукты, которые HR-служба и бухгалтерия разрабатывают. То есть они в настоящий момент в нашей компании реализовываются программные продукты для получения услуг от HR-служб, бухгалтерии, персонала. Это получение расчетных листков, получение справок 2 НДФЛ, получение копий трудовых книжек. Ну, вы сталкивались, наверное, на своих предприятиях с этим. То есть нужно писать заявление в бухгалтерию, чтобы получить определенную справку, отдавать, бежать куда-то, отдавать бумагу. Потом по этой бумаге исполнитель бухгалтерии или HR-службы делает ту или иную справку. И потом вы получаете эту справку. Здесь мы этот бизнес-процесс систематизируем и автоматизируем. Мы создали на базе веб-решения программный продукт C-Sharp, портал самообслуживания, где каждый сотрудник может зайти со своего ПК и воспользоваться услугами HR-службы или бухгалтерии. Но рабочие у нас остались в этом случае не у дел. И это мешает полностью работать с этой целевой моделью. Поэтому было принято решение установить на производственных площадках терминалы самообслуживания. В связи с этим возник этот проект. Перед вами этапы проекта. Это первое, с чем мы столкнулись на этом проекте. Выбор решения по аутентификации сотрудникам. То есть все мы понимаем, что есть несколько видов аутентификации. Например, логин, пароль. Все это знают. Это биметрия. Это RFID. Аутентификация. И аутентификация по SMS, которую используют сейчас часто банки. Ну и другие. МТС. И так далее, теле-2. Вот. И здесь стал выбор, какая аутентификация нам будет необходима. И при этом, чтобы были соблюдены все нормы информационной безопасности. Поэтому при рассмотрении логин, пароль, здесь мы имеем дело с человеческим фактором. Передача логина, пароля к другому лицу. Речь идет о персональных данных сотрудникам. Поэтому этот тип аутентификации нам не подошел. Дальше рассматривался вариант RFID меток. Так как весь рабочий персонал имеет контрольно-пропускные пункты на промышленных площадках. Они имеют пропуска RFID. И как вариант возможно было использовать RFID считыватель для аутентификации сотрудника. Но это увеличило стоимость проекта. Так как необходимо к терминалам самообслуживания еще добавлять оборудование считывания RFID меток. Если говорить про биметрию, здесь это дополнительные датчики. Или если говорить про считывание лица, это нужно собирать базу данных сотрудников и так далее. И мы остановились в итоге на SMS о аутентификации. О которой я расскажу подробнее позже. Дальше мы на этом проекте занимались выбором. И сейчас у нас идет приобретение терминалов. Важная часть это проработка технического решения подключения. Так как речь идет об оборудовании, которое стоит на производственной площадке и подключается в систему ВКИФС. Корпоративная информационно-вычислительная сеть. Здесь была проработка информационной безопасностью. Дальше нам нужно было специально для терминала сделать графический интерфейс. Как я уже говорил, это на C-sharp сделано. Ну и чтобы сотрудник получал какую-то информацию с учетной системы, нам необходимо доработать систему учета кадров. В нашем холдинге целевая система учета кадров это 1С ZOOP 3.1, с которой работают все предприятия группы. Ну и последний этап проекта это установка терминала на производственных площадках. Дальше давайте рассмотрим архитектуру системы. Которая была разработана на этом проекте. То есть составные части этой архитектуры. Это терминал, на котором открывается сайт портала самообслуживания. Есть у нас система, информационная система RIMS. Это система хранения и учета учетных записей электронной почты и телефонов всех сотрудников холдинга. Данная система, если так отлезетесь от этого проекта, позволяет нам управлять в учетных системах и в ВД доступами пользователей. Она на автомате выключает доступы, если человек уволен. Если необходимо дать какой-то временный доступ. То есть мы никогда не запоминаем, когда даем доступы, что когда-то в определенный момент нужно выключить сотрудника. Она все это делает сама. Поэтому она связана с, вот ниже представлено, с ZOOP, который получает информацию о сотрудниках холдинга. И в данном проекте у нас участвует такой программный продукт, как Ethelium 4.5, который управляет заявками. И на данном проекте нам как раз необходимо управлять заявками. Это заявки на предоставление каких-либо справок в HR-службе и в бухгалтерии. Ну и теперь поподробнее, как это все работает. То есть у нас сотрудник подходит с мобильным телефоном к терминалу и вводит свой сотовый телефон. Система проверяет в системе RIMS, идентифицирует этого сотрудника, генерирует пароль и отправляет ему на мобильный телефон. Здесь мы защищаемся от того, что там сосед, зная мой мобильный телефон, зайдет в ПЦО и введет его, смс-ка все равно мне придет на телефон. Поэтому мы четко идентифицируем сотрудника. Далее у него открывается меню, в котором он может получить несколько видов информации и сделать заявки на определенные справки. То есть первое по поводу информации, которую он получает в этом портале самослужения, это такая информация, как остаток количества отпуска за этот год. Это получает он из зупа с помощью веб-сервиса, вот на схеме представленном. Далее он может получить доход за определенный период, получить расчетку за определенный период. И также, как я говорил, воспользоваться услугами HR-службы и бухгалтерии, это заказать ту или иную справку. Здесь процесс происходит каким образом? Что он выбирает, какую ему справку сделать. Система делает в системе Этилиум заявку на определенный вид справки, связывается сама автоматически с зупом и формирует документ. Об этом информирует уже ответственное лицо в бухгалтерии или HR-службе о том, что создан определенный документ. Бухгалтер проверяет это все и проводит его в учете. Это документ. Система получает, Этилиум получает статус по действию. И тут еще такой нюанс, связанный с нашим бизнес-процессом HR-бухгалтерии. То есть один вводит документ в систему, а другой должен распечатать и выдать документ. И это может быть территориально разные города. Поэтому другой сотрудник получает уведомление о том, что необходимо распечатать ту или иную справку, поставить печать. И при закрытии заявки в Этилиум описывается, где ее нужно забрать. И сотрудник получает на мобильный телефон СМС-сообщение о том, что его справка готова. И адрес, где он может получить эту справку. Такая архитектура системы. Там, если вопросы есть по ходу моего рассказа, то можете писать, задавать. Так, дальше познакомимся с проектной командой. Здесь первое, когда набирали проектную команду, то есть исходили, ну и следующее, то есть должны быть в проектной команде участники, которые затрагивают сферы деятельности данного проекта. Ну, первое, это у нас есть управление адаптацией и вычленительной инфраструктуры. Это сервера и сети. Второе немаловажное управление, это установка и тестирование программ. Это управление как раз занимается подключением оборудования любого к информационной сети нашей. Далее берем сотрудников из развития и сопровождения учетных программ. Это у нас 1С-ЗУП, то есть его нужно модифицировать. Далее для того, чтобы сделать графический интерфейс развития и управления по развитию и сопровождению веб-решений. Информационная безопасность, так как у нас идет речь о персональных данных, обязательно должны участвовать в этом проекте сотрудники информационной безопасности. и чтобы рассчитать и приобрести терминал, заложить в бюджет, было привлечено управление бюджетированием и закупками от нашей организации. Так, тут задают вопрос, сколько человек участвует в проекте. Ну, сразу могу сказать, то есть от управления, от каждого управления это порядка двух человек, трех, и команда здесь набирается шесть, восемь, десять, где-то порядка, ну, до 15 человек команда. Там, в зависимости от управления. Ну, и чтобы управлять проектной командой, нам не хватает на этом слайде кого. Я смотрю, все активные очень сильно. Руководитель проекта. То есть, чтобы проект менеджера. Да. То есть, и все управлять данной командой нам необходим руководитель проекта. И давайте познакомимся с взаимодействием участников проектной команды, команды на данном проекте. Можно еще уточнить, а вот сколько в этой команде разработчиков 1С или аналитиков подчислено? Ну, такой вопрос сейчас проходил, сколько человек участвует в проекте. Но если конкретно по вот здесь на этом слайде сейчас расскажу. То есть, у нас получается для модификации ZOOPA 3.1 у нас здесь привлечен один аналитик, один разработчик 1С. То есть, аналитик переводит функциональные требования в технический язык программисту и программист решает задачу и аналитик это проверяет. Такая же ситуация идет с веб-решением. То есть, сначала формулируются функциональные требования, а потом отдаются программисту и программист кодирует. то есть, там в веб-решениях тоже два человека. В проработке технической, не в проработке, в адаптации сервера инфраструктуры тоже привлечено было два человека. В бюджетах тоже два, ну, вот как я говорил, сколько, 10, 12 человек у нас на проекте. Из них, если говорить про 1С, то это один аналитик, один разработчик. То есть, пятая часть. И по взаимодействию, что хотелось бы сказать, что, ну, вот перед нами представлена схема взаимодействия участников проектной команды со стороны ИТ. Но нужно понимать, что со стороны заказчика тоже примерно такая же схема должна быть, потому что здесь мы тоже сталкиваемся с кросс-функциональной темой у заказчика, так как в бухгалтерии есть несколько подразделений, в HR-службе есть несколько подразделений, и у каждого мы, наверное, все сталкиваемся с своим опытом, что у каждого там сотрудника свои мысли, свои требования по реализации чего-либо, и со стороны заказчика выдвигается руководитель проекта, который как раз систематизирует эти все требования, утверждает эти требования и уже перекладывает функциональные требования к системе. И вот мы видим, что в схеме, что у нас есть обязательно руководитель проекта со стороны заказчика, руководитель проекта со стороны ИТ, и первоначальный этап вообще это фиксация функциональных требований. Ну и в дальнейшем идет взаимодействие внутри проектной команды. Здесь вот показано, что принятие решения по аутентификации сотрудника, который мы выбрали, оно принималось не одним каким-то человеком, а в нем участвовали и информационная безопасность, и сотрудник, который работает с рабочими местами, и сотрудники с веб-решений. По приобретению оборудования здесь бюджет, управление бюджетированием и ИТ закупками коммуницировало с сотрудниками с управлением обслуживания рабочих мест, так как необходимо было подключать это оборудование определенные требования и так далее. По решению, по работе технического решения подключения терминала здесь у нас занималась серверная инфраструктура совместно опять же с информационной безопасностью. Здесь могу подчеркнуть, что данный проект в чем сложность этого проекта, что речь идет повторюсь о персональных данных сотрудника и на всех этапах проекта у нас участвует информационная безопасность, чтобы не допустить каких-то утечек. Дальше графический интерфейс это понятно это веб-решение совместно с управлением по учетным решениям, так как идет обмен между информационными системами. Ну и последним этапом это установка терминала самообслуживания выполняет коллегии по сопровождению рабочих мест. В принципе по взаимодействию если нет вопросов я пойду дальше. Так. Ну и мы понимаем что на любом проекте возникают какие-то трудности, проблемы и мы вот если говорилось в начале там наша компания была создана с 2018 года, но нужно понимать что мы как ИТ-специалисты в холдинге работали уже не один десяток лет. И у нас по проектной деятельности накопился определенный опыт и мы бы хотели поделиться с вами проблемами, которые возникают на проекте и как их решать по нашему мнению и как мы их решали. То есть что возникает когда что-то происходит не так на проекте это все наверное сталкивались паника кто-то игнорирует и нужно быстрое принятие решений и для того чтобы не допускать какие-то проблемы проектной деятельности предварительно перед запуском проекта необходимо понимать очевидные вещи которые нужно превентивно как бы проработать и в будущем не допустить данной проблематики и давайте пройдемся по некоторым выделенным у нас на проектах вещам ну то есть первое это неподходящее купленное неподходящее оборудование то есть как бы кто-то там дядя Вася сказал что необходимо то-то пошли купили привезли начали подключение и ничего не работает здесь предлагаем решать данную проблему это формирование точных требований к оборудованию и немаловажно это привлечение экспертов то есть если мы не привлечем экспертов не получим точное понимание для чего это оборудование нужно как оно будет использоваться то мы можем получить плохой эффект от этого далее хаотичное взаимодействие проектной команды команд проекта то есть вы наверное сталкивались с своей деятельностью по поводу хаоса на проекте и здесь однозначно нужно назначать руководителя проекта который будет как раз регулировать работу проектной команды и в нашей компании уже много лет предусмотрено формирование утверждения сторонами заказчика и исполнителя плана управления проектом где прописываются все как бы основы данного проекта вплоть до требований к приемке проекта потеря при коммуникации проекта это когда у нас исполнители на проекте начинают коммуницировать с исполнителями заказчика ну айтишник там поговорил с тетей Машей она предложила то-то сделать но информация не дошла до других участников проекта которые им нужна была поэтому мы предлагаем решать данный вопрос это использованием одного окна со стороны исполнителя и заказчика если есть какие-то проектные команды то назначаются ответственные кто отвечает за коммуникации все эти ответственные обычно участвуют в рабочих группах и каждая рабочая группа фиксируется протоколами чтобы не вспоминать что там решили и кто что говорил это обязательные условия на любом из проектов также мы сталкиваемся с изменениями требований в ходе проекта то есть если мы первоначально не зафиксируемся по каким-то требованиям то в будущем нас ждет какие-то изменения но не нужно думать что проект может быть идеален и я кстати извините вернусь немножко спрашивали по поводу принципа исполнителя и заказчика ну и в принципе я ответил на вопрос в чем заключается принцип одного окна то есть принцип заключается в том что у нас например со стороны заказчика выбирается одно лицо компетентное оно собирает он это лицо собирает требования по проекту и как-то систематизирует их и уже передает исполнителю тоже как бы одно окно тоже ответственному исполнителю в нашем случае выше это были два руководителя проекта который потом нарезает задачи проектной команде вот если так кратко говорить о принципе одного окна так изменения требования проекта то есть здесь мы говорим о том что мы не говорим о том что каждый проект у нас идеален и в ходе проекта не возникает требования часто часто сталкиваемся на проектах с тем что во время проекта изменяется законодательство или изменяется как-то бизнес процесс в организации где внедряем и здесь нужно уже совместно с заказчиком исполнителем решать о доработках системы то есть если заказчик сильно изменил или законодательство сильно изменило подходы то здесь или принимается решение о движении проекта о сроках проекта совместно с заказчиком либо принимается решение о минимальных каких-то на текущий момент модификациях и остальная вся часть уходит на так называемое развитие уже этого функционала который внедряется также сталкиваемся неправильное определение требований к системе в ходе проекта то есть она здесь представлена картинкой как это в жизни бывает довольно часто и мы работаем с этой проблемой следующим образом мы как бы не пытаемся съесть всего слона по частям как бы всего слона разом а едим всегда слона по частям то есть мы разбиваем план график на блоки согласован с заказчиком каждый блок техническое задание что приводит к более детальному определению требований и немаловажная задача это каждый блок сдается прием сдаточными испытаниями часто вы наверное в своей практике тоже с этим сталкивались это сопротивление персонала при внедрении системы то есть персонал не хочет как бы привык работать на бумагах пришли к нему мы сказали вот вам информационная система вводите данные получаем сопротивление или была какая-то система идет улучшение поставили новую систему с другим не функционалом а с другим интерфейсом тоже начинается сопротивление персонала здесь мы решаем этот вопрос назначением то есть у нас есть управляющий комитет по автоматизации N-plus групп он назначает куратора это какое-то высокопоставленное должностное лицо обычно и проекту наивысший приоритет на предприятии дается то есть там через руководство ну то есть это административное воздействие на персонал при внедрении проекта ну немаловажная тема это если мы отпускаем проект на самотек то есть если нету контроля ни сроков ни то что происходит с проектом то он у нас утекает и в конечные сроки проекта мы если обратимся к проектной команде то выяснится что где-то они забуксовали что-то не получается какая-то технология нужна и так далее здесь необходимо выполнять контроль на постоянной основе то есть у нас по опыту когда идет крупный проект там два раза в неделю один раз в неделю проектная команда должна встречаться и проходиться по статусу проекта поэтому у нас проекты получаются так дальше есть бывают такие ситуации когда изменяется ответственность со стороны заказчика то есть есть примеры что было ну то есть назначено какое-то лицо как руководитель проекта он в голове представлял свой проект проект начался прошли какие-то этапы и потом он перешел в другое подразделение или что-то еще произошло и проект получается попадает в вакуум так называемый и какое-то время начинаются поиски решений поиски грубо говоря как все нужно делать и здесь мы рекомендуем пересекать зону ответственности членов проектной группы то есть у нас каждый из членов команды должен знать больше своей зоны ответственности то есть он должен узнать часть другого члена команды и так далее тем самым при отсутствии какого-то из членов команды на эти задачи может подхватить другие члены команды ну и здесь руководитель проекта должен следить за наличием качественной документации так в чем заключается качественность документации внутри да качественность документации заключается в том что все ну то есть если говорить ну вот я уже выше говорил то есть первое это должны быть все протоколы рабочих групп которые ведет руководитель проекта это самое главное утвержденные функциональные требования которые всем понятно членам команды и они утверждены ну и план управления проектом если говорить о запуске системы то это однозначно технические задания которые необходимы в ходе выполнения проекта если какой-то блок сделали техническое задание должно быть обязательно и плюс инструкции пользователей все должны быть на проекте иначе при любом вопросе обращении допустим какой-то член команды не сделал там допустим какую-то документацию потом сложно будет восстановить события ну и тоже часто сталкивались наверное вы это большое количество на этапе опытной эксплуатации то есть реализовали программный продукт и запустили пользователей и посыпались ошибки и здесь мы рекомендуем предварительно тестировать на контрольных примеров и более того тестировать всегда под ролями пользователей каждый бизнес процесс который запускается тестировать на больших объемах данных именно потому что сталкиваемся с ситуацией когда мы там на трех строчках прошлись по бизнес процессу все хорошо когда объем там в тысячи позиций выясняются какие-то нюансы то есть начинается на проект вот здесь нюансы такое-то поймали здесь поймали нюанс поэтому нужно тестировать сразу на большом объеме объеме данных как бы это не считалось что это потеря времени это никакая не потеря времени и нужно увели на опытную эксплуатацию понимать что могут быть ошибки надо предусмотреть это в проектной команде и оперативно исправлять найденные ошибки ну и мы подготовили так называемый чек-лист проведенный проектной деятельности это то что я рассказывал свели в один слайд так ну и вопросы если есть вопрос если мы говорим о том что функционал специалистов должен как бы пересекаться в каких-то областях то допустим куда с кем накладывается функционал 1С разработчика 1С аналитика таких специалистов не но здесь если говорить о специалистах 1С ну это даже не специалист мы говорим допустим об аналитиках и кодерах программистах 1С то здесь у нас пересечение то есть аналитик вот часто я могу сказать стал сталкивался в собеседованиях с интересной вещью что у нас многие компании понимают аналитика это как консультанта который знает только предметную область и во многих компаниях у аналитиков даже закрыт доступ к конфигуратору и он не может ответить на там вопросы по коду программы мы считаем вот с нашей точки зрения это неправильно потому что у нас в компании аналитик он же на 20% кодер то есть аналитик после реализации программистом какой-то модификации он также просматривает по коду что там произошло проверяет ну как это в интерфейсе работает но он тоже должен частично понимать как это реализовано как реализовал программист и если хороший аналитик к нам приходит и мы ему даем задачу разобраться в каком-то функционале понятно что есть инструкции как это работает для пользователя но саму суть всю логику программы логику которая заложена в алгоритмах он может только из кода посмотреть поэтому мы требуем от аналитиков знания как бы кода 1с умения разбираться в этом во всем плюс если говорить со стороны разработчика разработчик когда создает продукт он тоже должен частично погрузиться в эту предметную область чтобы создать именно то что требует от него вот и здесь и пересечение спасибо уважаемые слушатели вот есть у нас вопрос про вакансии 1с разработчиков удаленного а я вот у меня тоже слайд по поводу нашей команды то есть я хочу сказать что тут как вы все понимаете это крупный холдинг энергетический как бы по использованию тепловой энергии электрическая это наверное на многие сотни лет еще на 200 будет необходимо и в нашем холдинге мы развиваемся мы автоматизируем процессы и нам как бы необходимы аналитики 1с разработчики и также могу сказать что и веб программисты тоже необходимы если кто-то присутствует из программистов по поводу удаленной работы да в нашей компании после все понимают что произошло в мире за последние годы мы издали положение об удаленной работе и вот когда мы говорили о присутствии заказчиков ну и там же и наши сотрудники в частности присутствуют я могу сказать что на текущий момент мы уже взяли сотрудников с новосибирска в красноярске у нас сотрудники рассматривали в хабаровске сотрудника то есть нам можно прийти удаленно но сразу же могу сказать вам все-таки чем у нас отличается ну то есть вот разработчик 1с аналитик то есть аналитик это функция работа с заказчиком непосредственно получение всех функциональных требований их формализация также написание технического задания для разработчика а разработчик 1с это у нас вот разработчик 1с только сталкивается с аналитиком кодом 1с и техническим заданием то есть он с заказчиком не работает как тоже сталкивался в компаниях это делают здесь мы специально разделили эти все функциональности потому что когда у нас первоначально сотрудник сидел и анализировал функциональные требования и отвечал на консультации по консультациям пользователей и в это время разрабатывал это приводило к потере его времени к нарушению сроков проекта и так далее поэтому у нас все жестко разделено мы не говорили что у нас еще отдел сопровождения который принимает на себя первоначальный удар от пользователей ну и потом идут аналитики если требуется изменение конфигурации исправления ошибок и разработчики хотела уточнить если и аналитик 1с и разработчик 1с это вакансия которая возможно удаленно да какой часовой поиск соответственно этот человек будет работать по часовому поиску какого из ваших филиалов здесь ситуация какая что так как вы видели географию наших нашего заказчика то у нас сотрудники если мы берем в другом часовом поиске у нас также из управления работают сотрудники в Нижнем Новгороде это Московский часовой поиск они работают по своему часовому поиску также в Новосибирске по своему часовому поиску Красноярске и так далее здесь единственный нюанс возникает что центр компетенции это город Иркутск и на коммуникации с Иркутском выделяется мало времени но это нам не мешает работать и у нас спокойно сотрудники работают как еще раз повторюсь в Московском часовом поиске в Новосибирском это одно и то же Красноярск и Новосибирск сейчас разница здесь ну и тут вопрос вы приглашаете стажеров программистов 1С без опыта ну тут к сожалению без опыта 1С мы не рассматриваем то есть у нас как раз есть чек-лист по вопросам на собеседование и часть из которых это касается самой конфигурации мы смотрим на знания регистров справочников документов изнутри конфигурации даже если рассматриваем аналитика ну по поводу уровня зарплаты это после собеседования решается насколько кандидат имеет опыта знаний которые он показал на собеседовании и после этого решается его зарплата я могу сказать что у нас градация следующая есть специалист это первоначальный уровень потом специалист второй категории специалист первой категории ведущий специалист их главный специалист начало я могу сказать что начинается цифра от боюсь сарать ну от 60 тысяч точно тут вопрос вид на ангару из офиса действительно красивый да наш офис находится на берегу ангары в городе Иркутске спасибо большое уважаемые слушатели контакты я чуть позже продублирую также они к вам придут рассылкой после нашего мероприятия следующий наш спикер Карина Султанова Карина передаю вам права презентера с Кариной планируем поговорить о возможности карьерных переходов и треков развития для одинет разработчиков здрасте меня слышно да слышно не видно да не видно и презентации пока не вижу секундочку тут просто система в компьютере просит разрешение так так Я вас вижу. Не слышу. Микрофончик отключили. Слышно? Слышно. Окей, хорошо. Так, и подсказывайте сейчас по презентации, должно быть видно. Так, вы мне дали права, да? Да, можете нажимать внизу, скрин. Почему-то не нажимается. Давайте я вам сейчас скину, Ольга, вы включите. Слышно? Да, хорошо, только можно начинать. Все, Ольга, я вам это правило. Пока Ольга включает, я представлюсь. Меня зовут Карина Султанова, я старший консультант лаборатории карьеры Алены Владимирской. Мы помогаем строить карьеру, помогаем находить решения в сложных ситуациях, отвечаем на ваши вопросы бесплатно. Прежде всего, наш сервис направлен для карьеры топ-менеджеров и миддл-менеджеров. Но также мы обязательно помогаем и начинающим специалистам. У нас есть профориентации. Так, что касается карьеры в 1С. Вы послушали предыдущего спикера Дмитрия и наверняка тоже для себя сделали определенные выводы о том, как может складываться ваша карьера. Итак, смотрите. 1С что это? 1С это ERP-система. Соответственно, прежде всего вы должны понимать, что вы можете переходить в качестве разработчика или эксперта по ERP-системе. Есть аналоги 1С, самый, наверное, такой на слуху известный, например, это SAP. Есть аналоги европейские, другие, такие как у Майкрософта есть свои. Есть ряд других, вы можете просто загуглить и посмотреть. Соответственно, таким классическим переходом и треком развития разработчиков 1С является функциональный архитектор ERP-систем. или эксперт по ERP-системе. Плюс я вам расскажу, как устроено в некоторых крупных компаниях, особенно у тех, у которых есть очень сложные системы безопасности и взаимодействия, которые предпочитают использовать собственные платформы, не использовать готовые коробочные решения, не интегрировать их в свои, потому что это риски безопасности информационные, и предпочитают разрабатывать свои системы. И вот, как правило, эти ERP-системы, это может быть 1С-бухгалтерия, 1С-предприятие или 1С в HR, но все это делается на основе 1С-системы. То есть вас приглашают, допустим, IT-директоры, говорят, мы хотим сделать свою 1С-систему, она у нас будет называться как-то по-другому, но по образу и подобию 1С, и на базе языков, которые используются в 1С. Вот, пожалуйста, да. Поэтому это одни возможности. Вторые возможности. Как вот предыдущий спикер неоднократно говорил, что в проектах 1С очень много работы с тестированием. Появилась новая фича, появилась новая задача, которую нужно встроить в ERP-систему. Это нужно протестировать. Соответственно, вы параллельно, когда вы приходите в эту профессию, так или иначе органически нарабатываете компетенции тестировщика. Соответственно, если вы поймете в ходе работы, что вам формат работы тестировщика, весь этот процесс, его обязанности, функционал нравится, соответственно, вы можете перейти в тестировщики. Тестировщик, он не остается на всю жизнь тестировщиком. То есть у него тоже в этой профессии есть вертикальная карьера. Можно дорасти до директора по тестированию. Директор Q&A, да, называется. Совершенно в разных предприятиях, компаниях, средний, крупный бизнес, международный бизнес, пожалуйста. И не зависит от того, в какой индустрии вы работали, что хорошо для 1С-специалистов. Нет такой привязки, что 1С-специалист, например, в машиностроении, и все только в машиностроении. Есть огромные возможности кроссиндустриальных переходов. На это обращайте внимание. Дальше, аналитик данных. Можете ли вы перейти в аналитики данных? Конечно, можете, потому что одним из языков, используемых в 1С, это SQL. Аналитик данных сейчас одна из самых популярных, востребованных профессий. Вы сейчас тоже услышали от Дмитрия, что есть 1С-разработчики, и их внутри компаний распределяют. Есть просто 1С-специалист, есть аналитик данных 1С. Соответственно, если вы хоть в какой-то уже ZRP-системе умеете подсолидировать данные, обобщать их, работать с большими данными, вводить запросы на базе SQL, соответственно, вы можете перейти в аналитики данных, например, в разработке какого-то конкретного продукта. Этот продукт может быть, ну, не знаю, интернет-магазин или мобильное приложение. Мобильное приложение тоже может быть разным. Мобильное приложение для покупок онлайн, или это игровое приложение, или это приложение по тестировать своего здоровья. Здесь вы можете пойти аналитиком данных туда, в ту индустрию, в то направление деятельности, которое вам больше всего откликается по каким-то ценностям, по вашим интересам. Дальше. Опять-таки, если возвращаться к предыдущему выступлению, эксперт говорил, да, внутренний эксперт со стороны бизнеса сообщал им, что когда мы внедряем 1С, есть задача интегрировать ее с другими IT-системами компании, либо с внутренними, либо с внешними. Соответственно, опять-таки, приобретая профессию 1С-разработчика, нарабатывая опыт, вы органически приобретаете опыт интеграции с различными системами, будь то Google Почта, сервисы Яндекса, внутренние какие-то системы, в том числе это могут быть системы SAP, потому что в одной компании часто бывает, что есть ERP-система 1С только для финансовых менеджеров, а есть SAP CRM, в которой тоже нужно работать и нужно интегрировать туда 1С. Соответственно, вы получаете невероятный опыт бесценной интегрирования той или иной ERP-системы в другую, и это может быть одновременно 10 ERP-систем, IT-систем, точнее, нужно друг с другом интегрировать. Дальше. Как только вы получаете опыт в создании, разработке, доработке какой-либо IT-системы, вы получаете базовые навыки Project Manager. Project Manager, они всегда нужны. В IT-системы, например, тот же SAP, он регулярно обновляется. Обязательно нужен Project Manager, который будет всю эту историю лидировать, да. Project Manager, он не отвечает сам за разработку, но он точно отвечает за то, чтобы все было выполнено в срок с тем целевым результатом техническим, который предполагают заказчики и все стейкхолдеры проекта. Да, вам потребуются дополнительные компетенции, которые вам нужно будет добрать, ну, например, сертифицироваться, пройти обучение дополнительно по PMBOK. Но вы должны понимать, что если бы мир сейчас таков, что когда мы приобретаем ту или иную профессию, очень рискованно надеяться только на эти знания, да. Обязательно нужно исследовать смежные знания, дополнительные какие-то горизонтальные компетенции дополучать обязательно нужно. Вы должны помнить, что тренд Life Long Learning, он будет сопровождать нас всегда. И поэтому чем больше вы смежных компетенций приобретаете, работая, да, развиваясь в той или иной профессии, тем устойчивее ваша будет карьера, чем будете востребованы, тем более уверены в себе. И снижаете риски от невостребованности. И, соответственно, чем больше у вас компетенций, тем больше вы растете в зарплате, в должности и прочее. Теперь про продакт-менеджера. Возможно, некоторые подумают, как можно в продакты перейти. Вот, к сожалению, сегодня один из спикеров, которого мы предполагали пригласить, не удалось им прийти. Но вот это был как раз 1С-разработчик, который начинал и продолжает свою карьеру, собственно, в самой компании 1С, да, который придумал этот язык и создали несколько продуктов. Он начинал свою карьеру, как обычный 1С-разработчик, да. Были клиенты, которым нужно было коробочное решение и нужна была помощь, техническая поддержка, как у себя на предприятии, в компании это внедрить. Далее компания стала, 1С-компания, да, как компания, она стала развивать, развивать свои новые какие-то продукты, исходя из тех пожеланий заказчиков и потребностей рынка, которые возникали. Возникло там отдельное ответвление 1С-предприятия, там, да, какие-то другие 1С-направления. Но сейчас есть еще направление, когда при помощи 1С можно сделать интернет-магазин, да. И вот совершенно логично, поскольку человек знает все об 1С, передать эту задачу, и чтобы человек стал продакт-менеджером. Соответственно, но здесь тоже нужны дополнительные компетенции. Поскольку задача 1С-специалистов, это в том числе разработка, да, и очень сильно перекликается с разработкой фронт-энд. Поэтому здесь на это тоже обратите внимание. Дальше. Вы приобретаете очень большой опыт визуализации, как оно должно выглядеть, да. Очень многих заказчиков есть пожелания. Нам нужно, чтобы кнопочка была там, такого-то цвета, и все это делает, опять-таки, 1С-разработчик, и вы также приобретаете опыт UX, 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 такого оформления, да, той экосистемы, ERP-системы, которую хотел бы заказчик или ваш работодатель. Дальше. Какая возможность есть? Вы всегда можете работать на фрилансе или, когда вы наработали необходимый опыт, открыть по франчайзе официальной, да, и стать франчайзером. Дальше. Здесь очень много вопросов звучало по зарплате. Зарплата 1С-разработчика на сегодняшний день в Москве. Она составляет минимальная от 80 тысяч, средняя зарплата 190 тысяч и максимальная 240 тысяч. Санкт-Петербург 80, минимальная, средняя 150, максимальная 200. И региональная 50-60 тысяч, это минимальная, средняя 80-100 и максимальная 150 тысяч. Различает также один из консультантов, да, у которых зарплата примерно на 30, ну, примерно такая же. Консультанты даже в Москве чуть-чуть больше получают, вот по минимальной ставке, она начинается от 100 тысяч, средняя 200 тысяч рублей. Смотрите, бывают, у вас есть вертикальная возможность роста от разработчика, от консультанта до руководителя группы 1С. Минимальная зарплата руководителя группы 1С 200 тысяч рублей, максимальная 260, средняя 220 тысяч. Смотрите, я вам здесь пишу о том, какие у вас, на что вы должны обращать внимание, да, это тренды. На сегодняшний день ни одна карьера не может складываться только наличием каких-то хардскиллов, да, поэтому вы должны развивать в себе прежде всего софтскиллы и развивать в себе лидерские компетенции, тренируя руководящие компетенции. Что это означает? Прежде всего, умение брать ответственность на себя, не сливать ответственность, если что-то не получилось. Второе, это ваши коммуникативные навыки, то, как вы умеете выстраивать коммуникации со своей командой, со стейкхолдерами, с заказчиками, внешними, внутренними, насколько вы токсичный, нетоксичный человек, да, соответственно, чем быстрее вы умеете налаживать и чем больше поддерживать коммуникативные навыки, тем ваша карьера будет складываться легче. Люди, у которых легкие коммуникации, они более заметны, они более приятны, и их быстрее хотят двигать вперед, да. Соответственно, не нужно забывать про нетворкинг и личный бренд. Вот вы сейчас пришли на эту конференцию, у вас есть возможность друг с другом познакомиться и быть друг другу поддержкой. Плюс есть сообщество 1С разработчиков в Фейсбуке, в Линкедине, специализированные есть блоги, вы должны туда входить, есть ассоциации, знать своих профессионалов, своих коллег, и чтобы они знали вас, да. Соответственно, если вы сейчас переходите в эту профессию, нужно всему миру условно заявлять, что вот я эксперт в этой профессии. У вас должны быть хорошо оформлены ваши Линкедин, Фейсбук, которые говорят о том, что вы в этом профессионал. Вы должны публиковать какие-то результаты своей деятельности, какую-то экспертизу о том, что вы постоянно совершенствуете. Вот вести такой цифровой профессиональный дневник – это очень важно. Это для вас страховка от невостребованности, от того, что никто не обесценит ваш опыт. Дальше. Очень важно бизнес-мышление, деловые навыки, то есть некие предпринимательские навыки. То есть когда вы будете разрабатывать ту или иную 1С-систему, вам нужно понимать, а для чего бизнесу ту или иную задачу нужно решить, а сколько это стоит, а можно ли на этом сэкономить, да, в том числе в управлении командой и при найме к себе в команду дополнительных специалистов. Самообучение. Сказала про гибридные роли. Вот у меня здесь написано, это как раз про то, что нужно смежные функции осваивать, смежные компетенции, да, и work-life balance. Нужно помнить о том, что вне зависимости от того, какую бы мы профессию не выбрали, нужно всегда соблюдать, себя беречь в какой-то степени, да. Есть люди-трудоголики, которые готовы отдавать себя на 200%, но это очень рискованная история, когда мы можем выгореть просто-напросто и потом не захотеть вообще никогда и ни в чем работать. Вот сейчас на это обращают внимание, раньше это было не принято, но и работодатели, и сами мы, сотрудники, да, должны об этом заботиться. Но еще у вас был вопрос к предыдущему спикеру, отвечу на него я, есть ли удаленные позиции. Удаленных позиций разработчиков 1С много, они есть. Я вам сейчас скажу секрет, как вам вообще максимально быстро найти совокупность всех этих вакансий. Заходите в поисковик Google, пишите 1С-разработчик или 1С-аналитик удаленно, и самое главное, нужно написать слово «вакансии». Как только вы написали слово «вакансии», Google, он вам подтягивает все вакансии 1С-разработчика удаленно. И вы видите, в какой компании, в какой стране и, главное, первоисточник, где опубликована эта вакансия. Это раз вопрос. Второе. Есть ли стажерские вакансии 1С? Конечно же, есть. Они есть. Опять-таки, вы берете, гуглите 1С-стажер вакансий, и вы находите все эти роли. Плюс, пожалуйста, используйте максимальное количество источников вакансий. LinkedIn, Facebook, Telegram-каналы. 1С, скорее всего, тоже, поскольку, прежде всего, к ним приходит. Вот, пожалуйста, учебный центр «Специалист», к которым приходят работодатели. Они являются официальным представителем обучения по 1С. Соответственно, чем лучше вы закончите обучение, тем больше у вас будет рекомендаций и прочее. Так, что еще я вам хотела важное сказать? Вижу, вопросики какие-то пришли. LinkedIn не заблокирован, ну, он как бы номинально заблокирован. Есть VPN, есть приложение бесплатное VPN для мобильных, для мобильных телефонов. И есть разные приложения для веб-версий, да, то есть для компьютеров. Просто, опять-таки, загуглите, я использую hotspot shield, там месяц бесплатного использования, дальше это платная история. Посмотрите, есть и бесплатный, но мне нужен, например, он постоянно, поэтому мне важно, чтобы у меня было такое устойчивое соединение. Через VPN прекрасно работает. Вот смотрите, если есть сомнения, работает LinkedIn и полезно ли это, я вам скажу свой пример. Я закрываю, когда вакансии для компаний, я не ищу человека в HeadHunter почти никогда. Для меня, как со стороны работодателя, это слишком дорого открывать вакансии, а мне нужно посмотреть 50-60 человек, а каждый контакт стоит дорого. Поэтому я захожу в LinkedIn, это бесплатно, и ищу там людей. Или я захожу в Facebook, ищу там людей, даже в Instagram или в TikTok уже ищу. Или в каких-то сообществах, я зашла в сообщество, допустим, 1С, в Facebook и в группу, и ищу там людей, и пишу запросы, кто открыт к предложениям, а кто нет. Вот. Плюс, чем еще мы можем быть вам полезны? Со стороны лаборатории карьеры Алены Владимирской, я вам рекомендую подписаться на наш сервис рассылки вакансий, где вы будете получать самые свежие вакансии в рамках той профессии, например, 1С, да, который есть, я вот сейчас в чате кинула. Вы подписываетесь, там нужно заполнить, с какой вы функцией и прочее, и у вас все, и вам будет еженедельная рассылка со всех более 180 источников вакансий выходит, ну, то есть обрабатывается сервисом фэкансий. Плюс, например, вы сейчас стесняетесь задать какой-то вопрос или у вас назрел вопрос, посмотрите резюме, что мне делать, или какой-то другой вопрос по карьере, вы всегда в любой момент, когда вам удобно, можете задать вопрос совершенно бесплатно на сайте Владимирской ОКОМ, я вам тоже ссылочку скинула, и мы в течение трех дней обязательно отвечаем. Бывает, что очень много вопросов и отвечаем чуть позже, но в целом никогда ни один вопрос не остается без внимания. Я открыта к вашим вопросам, такие у вас есть вопросы по профессии 1С-разработчика, есть, может быть, сомнения, задавайте, пожалуйста. Уважаемые слушатели, пишите в чат, я пока тогда возьму небольшую паузу, чтобы дать вам на это время, и немного расскажу про нашу программу. У нас есть путеводитель по курсам, в который можно посмотреть, чему мы учим в рамках 1С. У нас есть как дипломная программа с нуля, вы можете стать профессионалом 1С и разработчиком 1С, и получить диплом о переподготовке по специальности. Также есть более короткие курсы, программы, скомпонованные определенным образом, и покупать какой-то трек гораздо дешевле, чем курсы по отдельности. Хочу сказать, что для всех, кто сегодня записался на данный вебинар, будет смотреть нас, может быть, и записи. Если вы на него записаны, то вы есть в списке, и по примокоду 1С2021 вы можете воспользоваться дополнительной скидкой на ряд онлайн-курсов. Эти курсы мы вам направим по почте, список этих курсов также я вам отправила в чат. Они помогут вам развить свои навыки, повысить квалификацию. Вот такой бонус от специалиста. В течение трех дней вы можете им воспользоваться. Кто остался в чате, можно сейчас включить микрофон, задать голосом вопрос Карине. Смотрите, еще, наверное, я должна вам сказать, что действительно 1С-разработчик, они очень востребованы. Например, когда в компании возникает, допустим, ушел один 1С-разработчик, покинул компанию и нужно закрыть вакансию, это, конечно, такая главная проблема. Немножко возникает паника, потому что специалистов не так много, они востребованы. И поэтому это действительно хорошая профессия, и, как я вам уже сказала, которая позволяет в будущем очень гибко переходить в другие профессии с минимальным добором компетенции, которые в том числе вы можете в рамках основного опыта набрать. Поэтому, если вы об этом задумались, сомневаться не стоит, не бойтесь, что у вас не будет опыта. Стажерские программы есть. И просто будьте активны, не нужно, например, часто бывает так, что человек вроде бы подал заявку на стажерскую, но вот ему не ответили, а, и у вас сразу демотивация, все, я никому не нужен. Так не работает рынок труда или рынок рекрутинга. Вы должны понимать, что для того, чтобы вас заметили, нужно приложить усилия, нужно быть настойчивым, нужно быть активным. Я благодарю вас за сегодняшнюю встречу, надеюсь, было полезно. Желаю всем успехов и в жизни, и в карьере. Спасибо вам, вопросов больше нет, я вижу. Всего доброго, до свидания. Карина, большое спасибо, что регулярно принимаете участие в наших мероприятиях. Также хочу поблагодарить компанию Digital за прекрасные кейсы. Уважаемые слушатели, рады были и благодарим вас за то, что присоединились к нам онлайн. Ждем вас в наших курсах и успешной карьеры.